Один шаг до мечты. Квартиры в Стамбуле доступнее, чем вам кажется. Лицензированное агентство RealEase подберет вам недвижимость под ваш запрос и бюджет. Цены от 40 тысяч долларов. Безопасное оформление. В базе более 2000 объектов от надежных застройщиков. Надежно, оперативно и без лишних переплат. Есть предложение с рассрочкой 0%. Компания RealEase приглашает подписчиков канала AlifTV на бесплатный ознакомительный тур по Стамбулу. Подробные условия расскажут менеджеры. При покупке недвижимости на сумму от 250 тысяч долларов оформление турецкого гражданства в подарок. Кроме того, по промокоду Alif вам предоставят скидку 15% на услуги компании. Не упускайте предложения, подписывайтесь на страницы, чтобы узнать больше. В Индии женщина из индуистской семьи была сожжена заживо собственными родственниками после того, как захотела создать семью с мусульманином. По данным полиции штата Утар-Прадеш, молодая индуистка встречалась с мусульманином с намерением в дальнейшем пожениться. Однако об этом узнали ее родители, имеющие исламофобские националистические воззрения. Отец девушки нанял киллера по имени Варун Тивари, заплатив ему 150 тысяч рупий за убийство дочери. Тивари со своим подельником отвез девушку в пустынное место, облил бензином и поджег. После этого преступники сбежали. Выступая на пресс-конференции в воскресенье, суперинтендант полиции Сан-Кабир-Нагара Кал Ступх отметил. 4 февраля в деревне Джигина, возле полицейского участка Дханката, было найдено полусгоревшее тело молодой женщины. С помощью местной полиции и записей с камер видеонаблюдения, полевой отряд и отряд собак идентифицировал труп как тело Раджаны Ядава из района Бехат в Гарахпуре. Также представитель полиции пояснил. Отец жертвы Кайлаш Ядав, ее брат Аджит Ядав и зять Ситепракаш Ядав и также Ситарам Ядав были арестованы в воскресенье. Ведется розыск наемного убийцы. Преступления из ненавистнических побуждений в Индии, совершаемые воинствующими националистами, становятся все более частыми в условиях подъема исламофобских настроений в обществе. Дискриминационный закон против мусульман стал причиной протестов в Париже. Противники хартии республиканских ценностей собрались на площади Тракадеро 14 февраля. Глава пропалестинской ассоциации Европалестин Оливия Зимор заявила, что предложенный закон открывает путь к более опасным ситуациям, поскольку он может поставить общественность под контроль и наблюдение. Отметив, что французские законопроекты аналогичны политике израильского государства в отношении Палестины, Зимор сказал, что Франция переживает беспрецедентный социально-экономический кризис, и мусульмане стали крайними в течение этого периода. В прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон внес законопроект о борьбе с так называемым исламистским сепаратизмом. Закон критикует, потому что он нацелен на мусульманское сообщество и налагает ограничения почти на все аспекты жизни. Также предусматривает вмешательство в деятельность мечетей и ассоциаций, контроль над финансами ассоциаций и неправительственных организаций, принадлежащих мусульманам. Кроме того, ограничивает выбор образования для мусульманского сообщества, не позволяя семьям давать детям домашнее образование. Законопроект запрещает пациентам выбирать врачей по признаку пола по религиозным и другим причинам и вводит обязательное светское образование для всех государственных служащих. В Китае под катком пресса власти оказались мусульмане Уцулы. Надписи «Аллаху Акбар» на магазинах и домах Уцулов в городе Санья в провинции Хайнань были заклеены стикерами шириной в 30 см с пропагандистским националистическим лозунгом «Китайская мечта». Китайские надписи «Халяль» убрали с вывесок ресторанов и из меню. Власти закрыли две исламские школы, посещаемые Уцулами, и противодействуют ношению платков школьницами, информирует «Ислам Ньюс» со ссылкой на New York Times. В Санье проживает около 10 тысяч уцульских мусульман, и еще недавно правительство поддерживало их исламскую идентичность и связи с мусульманскими странами. Именно Уцулам поручали организовывать встречу высоких гостей из мусульманских стран, и они служили своего рода мостом с мусульманским народом Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. За последний год положение народа изменилось, и Уцулы опасаются, что их постигнет участь у игурских мусульман. Уцулы – народ в Китае, проживающий в провинции Хайнань, преимущественно в двух деревнях – Хуэсинь и Хуэхуэй. Уцулы не рассматриваются правительством КНР как отдельное национальное меньшинство и включены в состав Хуэдзу по религиозному признаку. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам. newssobachkaoliv.tv